Очередная партия новой противопожарной техники пришла в Хабаровский край. Восемь автоцистерн и одна автолестница пополнят специализированные части региона. За последние три года это самая масштабная закупка. Мера вынужденная, 30% машин устарела и требует замены. Подробности в следующем сюжете. В основном машины стоят в депо. Но если включают депо, то есть стоит обогрев. Вот покажите обогрев, чтобы насос не замерз, жидкость. Пожарные автоцистерны выходить на работу готовы в любой мороз и стужу. Вода в них не замерзает ни при каких обстоятельствах. Машины оснащены системой ГЛОНАСС и могут пройти по самым сложным маршрутам и бездорожью. Автомобили стоят на гарантии. Любая поломка выезжает. Допустим, та фирма, которая заключила с нами контракт и ремонтирует на месте. Машина рассчитана на перевозку 8 кубов воды и 500 литров пенообразователя. Внутри прячется 8 рукавов. Почти столько же человек может вместить кабина. Четыре, пять, шесть. Шесть водителей, семь. Восемь автоцистерн и одна автолестница пришли по программе обновления парка машин в пожарных частях Хабаровского края. По поручению губернатора Михаила Дегтярева для частей региона в этом году закупили 20 единиц техники. На это из регионального бюджета выделили 68 миллионов рублей, а из федерального пришла субсидия 104 миллиона. Всего в противопожарной службе Хабаровского края 288 основных пожарных автомобилей. Требуют освежения 30%. Это порядка 120 единиц. До конца декабря все машины зарегистрируют и распределят по пожарным частям Хабаровского края. Анастасия Незнанова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.